Привет, друзья! С вами Илья Сплин, это традиционные пятничные мото-новости, в которых я рассказываю, что интересного произошло в мире мотоциклов за последнюю неделю. Перед тем, как перейти к новостям, я напомню, что занимаемся доставкой мотоциклов из Японии, поэтому если вы хотите обновиться мотоцикл, либо приобрести себе первый байк и привезти его из Японии, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. А также не забывайте, что мы купили достаточно большое количество мотоциклов в наличии и являемся официальным дилером компаний Benelli и Royal Enfield, и по ссылке в описании к этому видео вы можете посмотреть ассортимент. Итак, поехали к новостям! Пару месяцев назад компания Suzuki поделилась новосями об обновлении нескольких моделей для американского рынка, а недавно опубликовала вторую порцию. В обоих случаях о потенциальном DRZ400 2025 модельного года не было сказано ни слова. А этот мотоцикл, между прочим, без изменений продается в США с самого начала, то есть аж с 2000 года, только вдумайтесь. Тут одно из двух. Либо ветераны снимают с производства, либо готовят большое обновление. К счастью, утекшие сертификационные документы указывают на второе. Вы можете спросить, а как это вообще возможно продавать мотоцикл в неизменном виде почти 25 лет? На рынке США возможно, благодаря особенностям местного законодательства. Дело в том, что если не вносить в конструкцию мотоцикла значительные изменения, то его не нужно повторно сертифицировать. Благодаря этому у штаток до сих пор продаются карбюраторные монстры типа Honda XR650L, того же DRZ400 или Yamaha TW200, у которых задний барабан. И год от года эти модели разве что перекрашивают, да и то не всегда. Но вернемся к DRZ. Судя по американским форумам, больше всего поклонники DRZ хотят двух вещей. Инжектора и шестой передачи. Опубликованные чертежи намекают, что как минимум инжектор обновленный DRZ получит. Возможно, добавит и АБ, чтобы в два раза не вставать, но это зависит от того, на каких рынках Suzuki захочет продавать новый старый байк. К примеру, в Европу или Австралию без антиблокировочной системы сейчас просто никого не пустят. А вот к шестой передаче непонятно. Но, вероятно, в ближайшие месяцы обновленные DRZ400 и DRZ400SM представят уже официально. Спустя год после выхода KTM 890 SMT и появления 1390-го мотора, оранжевый готовится покатать публике, как можно соединить первое со вторым. Как бы безумно это не звучало. В распоряжении немецкого издания Motorrad появились снимки чего-то похожего на 1390 Adventure на тоненьких ножках. 17-дюймовые колеса на массивном приключенце выглядят именно так. Скорее всего, потенциальный 1390 SMT получит адаптивный круиз-контроль и заводские решения для крепления кофров. А присущий адвенчур и режим работы электроники Rally заменят на трек. Функция останется той же. Регулировка отдачи мотора и трекшн-контроля на лету, но с поправкой на асфальтовое использование. Подробности будут на миланской выставке ИКМА в ноябре, если компания KTM, конечно, захочет продавать 1390 SMT уже в следующем году. Хорошо, что большой супермото своеобразником возвращается. Последний раз, я напомню, оранжевые выступили в этой категории с 990 SMT аж 15 лет назад. Тот мотоцикл выдавал, кстати, 114 лошадиных сил. Интересно, на каком поголовье остановится сейчас, учитывая, что мотор 1390 может выдавать 190 лошадиных сил в версии Ducca. Возможно, конечно, с завода ограничатся 150 силами, как на Adventure, а остальные 40 будут продавать по подписке. Компания Triumph представила обновленный Speed Twin 1200 и также показала его заряженную версию Speed Twin 1200 RS. Простая 1200-ка отличается чуть более высоким рулем, тогда как RS предлагает сидеть немного агрессивнее за счет более высокого сидения и сдвинутых вверх и назад подножек. А все потому, что этот год стал последним для модели Traxton 1200. Ее сняли с производства и теперь руль городской зажигалкой в линейке будет исполнять именно RS. Но версия различается не только посадкой. Спереди и там, и там установлен 43-мм перевертыш в марцокке, а вот сзади у RS красуется пара амортизаторов Yolens. Передние тормозные диски 320-мм, но Speed Twin 1200 они работают в паре с брендированными суппортами Triumph, а у RS стоит стайлим. Не обошли вниманием и двигатель. Теперь одна двойка выдает 103,5 силы на 7750 оборотах в минуту, а также 112 ньютон-метров на 4250 оборотах. Это касается обеих версий. Также они делят большую часть электроники. Режимы SD-Rod и Rain плюс чувствительные к углу наклона ABS и Traction. RS добавляет к этому режим Sport и двухсторонний Quick Shifter. Приборку подставили от Scrammler 1200X. Такой же полноцветный кругляш, как и там, только сбоку еще выведен порт USB-C. На американском рынке Speed Twin 1200 будут продаваться от 13 600 долларов, а RS обойдется от 16. Изменение высоты задней подвески оказывает огромное влияние на поведение мотоцикла. Подняв заднюю часть, вы перенесете на переднее колесо больше веса и уменьшите угол наклона вилки, что даст более острую управляемость в ущерб стабильности. Если сделать наоборот, то управление станет более спокойным и медленным, а также снизится центр тяжести и уменьшится тенденция к вилле. В MotoGP уже давно используется электронная регулировка высоты для того, чтобы на старте занизить байк чуть ли не до земли, обеспечить ему максимальную стабильность в первом разгоне. Нет, вы не переключились на видео про настройку подвески. Просто компания CFMoto запатентовала систему, которая позволяет очень быстро и просто изменить этот параметр на дорожном мотоцикле. Не на лету, но одной рукой и всего лишь за пару секунд, без дополнительных инструментов или электроники. В итоге это будет такой же барашек, как для регулировки преднатяга пружины заднего амортизатора, который с успехом используется на множестве разных мотоциклов уже десятки лет. Но есть нюанс. Применить эту систему можно будет только на мотоцикле с моноамортизатором, который соединен с маятником напрямую. Для задней подвески с рычажной системой такого же элегантного решения у CFMoto нет. Тут компания предлагает просто сделать в тягах несколько крепежных отверств. Это тоже позволит менять высоту, но уже не за секунды и уж точно без инструмента не обойдется. Вероятно, уже в следующем году на многих CFMoto появится еще одна крутилка, к которой подавляющее большинство владельцев никогда в своей жизни не притропится. Версия с 1000 скоро станет 1100. Об этом свидетельствуют сертификационные документы, о которых я уже рассказывал пару недель назад. А теперь австралийский регулятор вслед за ними слил в сети фотографии обновленного мотоцикла. Собственно, по части экстерьера изменений нет никаких. По крайней мере, я не нашел, но, может, владельцы актуальных литровых версийсов смогут что-нибудь разглядеть. Зато известно, что 1100 похудеет примерно на 11 килограммов, плюс прибавит, вероятно, 5-7 лошадиных сил. На большее рассчитывать не приходится, учитывая, что обновление рассчитано в первую очередь на соответствие нормам Евро 5+. В догонках подтвердилось предположение, что Ninja 1000 и SX обновят точно таким же образом. Motorrad предполагает, что в теле спорттурера увеличенный до 1099 кубиков мотор будет выдавать порядка 157 лошадиных сил. Достаточно, чтобы оставить позади 152-сильный Suzuki GSX-S1000 GT, а это единственный конкурент в этом давно опустевшем классе. А еще немецкое издание рассчитывает на добавление полуактивной электронной подвески. Так это или нет, мы узнаем совсем скоро. До больших осенних анонсов и премьер уже рукой подать. Я напомню, речь, конечно, о ИКМЕ. Не успели мы погрустить о том, что четырехцилиндровые рядники ушли в прошлое, как они вернулись. Теперь войти в знакомые когда-то вводы решила компания Honda. Они зарегистрировали говорящую торговую марку CBR 400R Ford. Опять же, без подробностей, но название не оставляет никаких сомнений о том, что это будет за мотоцикл. Почему они возвращаются? Очевидно, потому что на них есть спрос. Пусть и география этого спроса поменялась. Теперь такие зажигалки массу покупают не японцы, как было 30-40 лет назад, а жители стран Юго-Восточной Азии. В Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и других государствах региона многоцилиндровые спортбайки объемом 250-400 кубиков сейчас набирают популярность. Однако Kawasaki со своими ZX-4RR и ZX-25R не может удовлетворить растущий спрос. У Honda же из сопоставимых предложений сейчас есть только двухцилиндровый CBR 250RR, но тут надо наращивать количество цилиндров, а не количество букв R. Было бы здорово увидеть на этом празднике жизни и Сузуки. В конце концов, без джиксера сегмент спортивных четырех соток будет не полон. Но будет ли дело что-то Сузуки на эту тему, пока решительно неизвестно. Что-то начинается, а что-то кончается. Ходят упорные слухи, что Yamaha уже несколько лет втайне работает на двообразной четверке, которая придет на смену текущему четырехцилиндровому ряднику в MotoGP. Слухи подкрепляются просачивающимися наружу кадровыми решениями. Например, два года назад Yamaha'овцы переманили к себе инженера Луку Мармарини. Одного из тех людей, которых Апрелия может поблагодарить за свой конкурентоспособный двигатель в больших призах. А конкурентоспособный там сейчас только V4. Их использует КТМ, Дукати и уже упомянутая Апрелия. Все остальные решения обеспечивают места разве что во втором десятке. Само собой, в текущей экономической обстановке Yamaha вряд ли бы стала обеими ногами влезать в такой проект, если бы не рассчитывала потому купить его продажами серийных мотоциклов. Заметьте, на одних рынках R1 уже перестали продавать, а на других осталась только трековая версия. А фокус все больше и больше смещается на 900 серию. Это к тому, что вместо флагмана рискует стать вакантным, и в ближайшие несколько лет его вполне может занять новый V4. Если, конечно, слухи окажутся правдой, если он докажет свою эффективность в высшей гоночной лиге. Хотя, если вы помните, пример Дукати очень позитивный, у них V4 очень неплохо продаются. Как бы то ни было, жаль, что четырехцилиндровый рядник с крестообразным коленвалом, пришедший из MotoGP на R1 и MT10, на наших глазах уходит в историю. По части звука и характер – это один из самых уникальных и ярких моторов, которые простые мотоциклисты имели счастье заполучить в свои руки. Вот и все новости на сегодняшний день. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!